Жизнь 94, 96 и 98 домов на Красного Знамени стала куда сложнее с появлением новой управляющей компании. Актуальная проблема на сегодня – затянувшийся ремонт стояка с холодной водой в одном из подъездов 94 дома. В мае месяце на длинные праздники управляющая компания отключила воду 4-му подъезду, 4-комнатные квартиры. В этих квартирах, по этим стоякам у нас живет инвалид детства с церебральным параличем, молодой человек, мама – пенсионерка. В этом же стояке, по этому стояку у нас живет многодетная семья. Люди 9 дней в мае были без воды абсолютно. В конце мая опять произошел порыв системы. Значит, уже седьмой день люди опять без воды. Тот же самый стояк. Люди в отчаянии, не знают, куда обращаться. Управляющая компания трубку не берет, номер заявки не сообщает, заявку не исполняет. Жильцы недовольны не только сантехническими работами управляйки. Не устраивает работа всех процессов. Полгода в наших подъездах не ведется вообще никакой уборки. Хотя регулярно мне приносят акты дворник на подписание. Я как председатель Советом дома мы актируем каждый месяц отсутствия уборки. Предоставляем в управляющую компанию, ничего не меняется. Подъезды стоят грязные, за полгода ни разу не помытые. Заявки выполняются исключительно через претензию по аварийным ситуациям. На одну аварию у меня рекорд 25 дней выезжали. Только после того, как мы обратились в прокуратуру, когда жители уже начали массово туда писать из двух страдающих квартир с течью. Только после этого приехала управляющая компания для того, чтобы повесить хомут на течью. 25 дней. Проблемы можно было решить, сменив управляющую компанию. Однако в случае этих домов это получится сделать только с началом нового года. Данная управляющая компания УК «Город» выиграла торги по управлению нашим домом. Изначально та управляющая компания, которую мы избрали и с кем у нас был заключен договор на управление нашим домом, ей не продлили лицензию. Позже по решению суда приказ ГЖИ о непродлении лицензии был признан незаконным. Но ГЖИ наши дома так и не вернуло. После многочисленных обращений и звонков управляющую организацию, на встречу с жильцами приехал представитель УК «Город». Поступила заявка, 31-го, получается, числа, что течь стояка холодного водоснабжения в квартире 124. Выехали слесаря, в квартире 124 были зашиты общедомовые стояки. К собственникам было сказано, чтобы ворошили стояки и дали доступ к стоякам, чтобы произвести ремонтные работы. Стояки были расшиты 4-го числа во вторник. На сегодняшний день холодное водоснабжение отсутствует по одному стояку в туалете, в ванной и в кухне. Вода холодная есть. Это не у нас конфликтные ситуации. Конфликтных ситуаций нету, еще раз повторюсь. Да, дома старые, предыдущие управляющие компании. Не знаю, по каким причинам эти аварийные стояки, разливов, стояков, это ничего не менялось. На сегодняшний день что есть, то есть. Для решения ситуации жители дома написали заявление в прокуратуру. С проверкой приехал представитель государственного органа. В прокуратуру района поступила информация о том, что в доме номер 94 по проспекту Красного Знамени отсутствует холодное водоснабжение. Вынуждены были проверить, среагировать. В данном случае, прибыв сюда, выяснили, что не дом без холодного водоснабжения, а всего лишь навсего один из стояков. Но в любом случае со стороны управляющей компании должна быть проявлена определенная забота о жильцах. В следующем, указанная информация будет проверена, будет проведена соответствующая прокурорская проверка. Ну, в результате которой будет дана оценка законности действий и бездействий управляющей организации. И соответствующий комплекс мер реагирования будет принят в отношении управляющей организации. После встречи жителей со старшим помощником прокурора и представителем управляйки, сантехники начали ремонтировать стояк с холодной водой. По словам жильцов дома, работы выполнили за 30 минут. Руководитель управляющей компании вызван в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. А жильцам остается только ждать, когда они смогут найти управляющую компанию, с которой у них будет взаимопонимание и общий язык. Диана Иванова, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.